Здравствуйте! В эфире новый выпуск нашего проекта «За пределами работы» для сотрудников сети «Магниты». Сегодня мы решили поговорить о детско-родительских отношениях, о том, какие задачи сейчас стоят перед родителями, как, в принципе, меняются со временем детско-родительские отношения. А вы, пожалуйста, под видео оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Мы обязательно все это изучим, и на основании ваших комментариев, ваших вопросов придумаем наш новый выпуск. С нами сегодня психолог Татьяна Мужицкая. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вот в условиях того, что довольно сложно сейчас планировать что-то наперед, жизнь стремительно меняется, перед родителями. Какие задачи бы основные вы выделили? Да, я бы выделила три основные задачи. Первая задача озвучена голосом Карлсона «Спокойствие, только спокойствие!» Да, потому что родители иногда думают, как же, сами не уверены в завтрашнем дне, что же будет, как же детям все это объяснить. Так вот, детям, на самом деле, совершенно любого возраста иногда то, как вы говорите, гораздо важнее, чем то, что вы говорите. То есть прежде чем разговаривать с детьми на какие-то серьезные темы, нужно себя проверить, просканировать, насколько я вообще устойчивый, насколько я вообще вменяемый. И не сорвусь на крик. Не сорвусь на крик и не собираюсь на ребенка выплескивать свое собственное напряжение. То, чем родители грешат, это то, что они на работе держатся, справляются, а потом домой приходят. А-а-а, тапочки! Кто тут взял вот эту чашку? Я который раз говорила! Мне однажды очень хорошо сказал мой сын. У меня тоже, я тоже человек, естественно, у меня тоже могут быть какие-то такие тоже реакции. Ему тогда было лет 10, может быть, и он забыл ключи дома. И мне пришлось перед тем, что с одной работы на другую я на вечернем преподавала. Значит, пришлось сделать крюк, там заезжать, отвозить ему эти самые ключи. Я была уже в таком состоянии. Еще я деньги потеряла, положила их мимо. Еще физические деньги, которые платили в основном. Положила их мимо. Ну, бывает так вот. Ну, мимо кармана сунула и потеряла довольно-таки приличную сумму. И я вот в таком состоянии приезжаю. Говорю, что я уже... Он у друга сидел. Говорю, давай уже, выходи. Я уже здесь. На час мы уровень допройдем, и я выйду. И тут я начинаю прямо орать, какой еще уровень? Мне надо... Я с одной работаю. Ну, другую, еще вот это. Вот все. Он выходит и говорит, мам, а что у тебя случилось? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, я ничего такого не сделала, чтобы ты так вот прямо на меня орала. Я просто хотел пройти уровень. Я просто забыл ключи. И хотел допройти уровень, но я... Ну, как бы то, что ты мне прямо сказала открытым текстом. Условно говоря, психологическим, твоя обратная связь не соответствует тому, что я сделал. Это примерно как... Если собака написала, там, ей надо показать, кто это сделал, да, ты вот в этот момент начинаешь ее пинать, бить диванными подушками, сбрасываешь ее с балкона. Это же неадекватная реакция. Ну, конечно. Он говорит, я ничего такого не сделал, но раз ты так кричишь, значит, у тебя что-то случилось. Давай я тебя пожалею. И тут я начала рыдать, говорить, да, конечно, ты прав. Прости, пожалуйста, меня. Я была не права. То есть очень важно, чтобы ты пришел к ребенку, понимая, что он на себя будет это все проецировать, и по максимуму принеси ему то, что касается именно его. Ему важно видеть родителя уверенным, спокойным. Даже как спокойным? Не пластмассово спокойно. Все хорошо, все спокойно, все нормально. Нет, вот этого не надо. Ему важна правда. Но уверенность и спокойствие вот в чем. Да, мы с папой понятия не имеем, что будет дальше. Или как сегодня я была на родительском собрании в школе, и нам сказали, у меня сын десятиклассник. Мы должны вам сказать, что мы понятия не имеем в одиннадцатом классе, какая будет система экзаменов. Может быть, будет ЕГЭ, а может быть, вернемся опять, как мы с вами учились, когда по всем экзаменам надо сдавать по всем предметам. Мы не знаем. Но это было сказано при этом так, что мы не знаем, но мы со своей стороны сделаем все, чтобы детям было комфортно. Вот это ровно то сообщение, которое надо принести ребенку. Мы с папой, с бабушкой, с дедушкой, я одна, если я мать-одиночка, понятия не имею, что будет снаружи. Но я точно знаю, что я за вас, дорогие мои дети, что мы с вами совсем справимся. Я не знаю сейчас как, но я и не могу знать. Но я точно знаю, что мы будем приходить домой как вместо силы. И этого сообщения для ребенка достаточно. Что я не перекладываю на тебя, дорогой ребенок, свои нервы. Я не перекладываю на тебя ответственность за то, что вот будешь себя хорошо вести, тогда я буду спокойна. А не будешь что-то... Нет. Ему важно знать, что у нас в отношениях в иерархии я мама, ты ребенок. Я старшая, ты младший. Я буду делать все, чтобы решать вопросы. Верь мне. Но вы сейчас говорите про детей, которые уже в таком возрасте находятся, не знаю, уже школьники. А если это там... Нет, совершенно про любых детей. Не важно. Вот если дети, наоборот, еще не школьники, даже еще не разговаривают, вот они тем более считывают то, что называется в психологии невербальная коммуникация. Сейчас я... У меня есть любимая игра. Давайте я с вами в нее сыграю. Хотите? Давайте. И со зрителями нашими тоже. Давайте. Вот сейчас вот прям сосредоточьтесь. Найдите указательный палец правой руки. Нужен указательный. Нашли, да? Правой руки, указательный палец. Точно. Вот он, да? И как можно быстрее, указательным пальцем, да, проверьте, что он у вас есть, указательным пальцем правой руки, как можно быстрее дотронетесь, пожалуйста, до уха. Ну, вот Евгений, как профессионал, собственно, дотронулась до уха, но почему-то с паузой. Я сказала, как можно быстрее. А я подглядываю за нашими зрителями, я уверена, что половина из них сделала вот так. Потому что вы дотронулись до носа, но при этом сказали до уха, да. Потому что вот эта информация доходит быстрее. Визуальная. Визуальная, бессознательная, которая минует сознание. Сознание очень тормозное по сравнению с тем, как воспринимается информация, то, что называется, несловесная. Поэтому, если мама приходит и говорит, да люблю я тебя, я тебя люблю, все выхожу, все вы замечательно. Вот. То маленький ребенок... Да, мамочка, я понял, ты меня любишь. Он просто писается на месте и просто говорит, вообще... Кстати, вы зря смеетесь. В том смысле, что я таких сцен наблюдаю огромное количество. В аэропорту, в поезде, в самолете, в магазине полно. Оставь меня! Ты чего не стоишь на месте? Все хорошо, веди себя отлично! Хорошо, веди себя! Да, господи, ты сейчас как ведешь себя сама-то? Ты посмотри на себя-то, ты какое сообщение? И вот это, вот это считывается ребенком, и он в этот момент понимает, что что-то не в порядке. И наоборот, можно очень спокойным, человеческим голосом сказать, я с тобой, я тебя слышу. Да, ты хочешь шоколадку. Я когда смогу тебе ее купить или захочу, там, да, ну тебе ее... Не важно. Но важно, что он понимает, мама с тобой, мама тебя слышит, мама с тобой разговаривает, мама готова тебя защитить. И вот это очень важно на уровне именно собственного состояния. Почему я и сказала, первая задача, которых и три всего, да? Первая задача – это приводить себя в порядок в тот момент, когда ты с ребенком разговариваешь. Да, вот это очень важно. Что ты не можешь просто так идти, ну, как бы, если о чем-то важном надо с ним поговорить, надо подготовить в первую очередь себя. А в том ли я состоянии? Потому что он это считывает любого возраста. Вторая задача здесь, которая стоит перед родителями сейчас, да, это доверие. Потому что, ну, нас, опять же, вот мое поколение учили, что надо скрывать эмоции, надо быть молодцом, надо держаться... Мальчики не плачут. Мальчики не плачут, да и девочки тоже. Как баба ревешь, вот эта фраза, я ее до сих пор, она у меня в ушах. Хотя я девочка, да, но вот именно как баба, это вообще ужасно было почему-то всегда для меня. Я научилась плакать-то в очень таком возрасте, уже лет 27 было мне, может быть. Вот, то есть я такая была прямо, ух, соответствовала фамилии. Фамилии своей. И здесь очень важно научиться доверять ребенку как очень важному члену семьи и понимать, что он, глядя на вас, учится проживанию жизни. Если вы от него скрываете свои эмоции, если вы от него скрываете свои отношения, вот у меня, например, родители мои никогда друг друга не обнимали и не целовали при мне. Ну, то есть у них достаточно интенсивная жизнь там была своя, как потом мы сейчас, вот мы с мамой общаемся уже, как две взрослые, уже такие очень-очень уже две взрослые женщины, обсуждаем, она говорила, что у них такая была очень... Эмоционально насыщенная жизнь. Эмоционально насыщенная взрослая семейная жизнь. Но я, как ребенок, никогда не видела, никто никого там не обнимал, не чмокал, вообще считалось... Чувства нельзя было показывать. Да. И из-за этого я помню, что у меня была большая проблема психологическая. Я совершенно не понимала, что мне с моим темпераментом и с моим желанием вот этих вот обнимашек делать-то. А как их проявлять? То есть дети учатся у родителей проживанию жизни. Если, например, вы такие все сячопорные, сдержанные, нельзя радоваться, то я не понимаю, вот у меня там вкусные пироженки мне принесли, или там мне подарок, которые... А как мне эмоции-то... Дети же очень эмоциональные. И вот здесь очень важно родителям доверять детям и свои эмоции им показывать тоже. Как это я при детях буду там плакать, или вот еще при детях я буду нежно. А как они иначе научатся? А вы хотите, чтобы они так же, как вы, инсульт получали за счет того, что вы эмоции не выражаете, копите жуткое напряжение, страшное давление. Ничего не нельзя никому, да. Да, психологическое есть объяснение давления, да, психосоматика то, что называется. Когда действительно физически давление, это уровень напряжения такой, что человек не может выразить чувства свои, кстати, любые, не только плохие, но и хорошие. И у него давление скачет, физически его вырубают, поэтому предохранитель вылетает. Вот. Поэтому здесь очень важно научиться вместе с детьми их проживать, вместе с детьми смеяться на комедиях, вместе с детьми причмокивать и говорить, какие же вкусные пельмени приготовила наша бабушка, вместе с детьми кидаться, там, не знаю, вот этими капитошками летом с водой, да, когда шарик воздушный. У меня ребенок очень любит, обязательно надо ему лично сказать приятного аппетита. Вот. То есть есть какие-то такие вещи, которые мы, взрослые, учимся у детей, потому что нас этому не учили доверять, быть открытыми, а для них это очень важно. Они так учатся, глядя на нас, учатся проживанию жизни. Поэтому нам важно быть искренними. Если я, например, понятия не имею, как мы будем дальше жить, то я ей говорю, слушай, я понятия не имею, но я знаю, на что я опираюсь. Может быть, я опираюсь на отношения, может быть, на веру, может быть, я опираюсь на свою работу. Я знаю, что волк ноги кормит, что я профессионал, и везде буду востребована. Поэтому, знаешь, что учись, получай профессию, которая будет всегда востребована. Тогда он верит. И опять же, очень важно ему показывать часть своей деятельности. Вот, например, если у вас есть такая возможность хотя бы один раз, чтобы ребенок, может быть, если вы не можете его взять с собой на работу, как было в моем детстве, я у мамы на работе там жила практически, но хотя бы пусть там кто-нибудь сходит к вам на работу, например, там они в магазин ваш пришли, бабушка с ребенком, и он увидел вас на работе, он вас не отвлекает, но он смотрит, как это вообще все происходит. Потому что тоже один из таких, ну, наверное, ну, сложных моментов современного общества заключается в том, что очень много родителей работают, это они сидят в телефоне или за компьютером. И ребенок не понимает, почему это мне сидеть в телефоне значит нельзя, а тебе значит можно. Понятно. В чем твоя работа заключается? И с детьми надо на эту тему разговаривать и объяснять, что смысл моей работы даже не в том, что я перекладываю коробки с одной эпохи на другую, или что я все время заворачиваю и пакую там эти полуфабрикаты. Смысл моей работы заключается в том, что и вот тут открываются невероятные чудеса. Как есть такая притча одна, когда два каменщика после тяжелого рабочего дня, они там клали кладку кирпичную, разговаривают друг с другом, там уже пот вытерли, и один говорит, слушай, я не понимаю, я вот целый день эти кирпичи клал, и ты рядом со мной, я ужасно уставший, раздраженный, злой, а ты вроде щуплый, малый, не такой сильный, как я, почему ты такой вот спокойный, умиротворенный, ты что, не устал, что ли? Он говорит, ну а ты чем занимался сегодня целый день? Ну как чем? Тем же, чем и ты. Я клал кирпичи целый день. Говорит, нет, мы разными вещами занимались. Ты вот кирпичи клал, а я вот храм строил. Понимаешь, в чем разница? Поэтому я умиротворенный. То есть у него, у его работы есть смысл, и вот об этом обязательно надо разговаривать с детьми, потому что дети видят внешнюю оболочку, а смысл, надо, чтобы до них дошел. Говорит, да, я сегодня целый день складывал вот эти вот коробки и заворачивал по фабрикатам для того, чтобы люди улыбались, для того, чтобы... Им было удобно что-то купить. Им было удобно, чтобы они понимали, что у них есть маленький такой островок счастья, что они пришли, накормили, и мы к этому с тобой причастны. А ты как к этому причастен? Потому что ты, не знаю, хорошие оценки получал, потому что ты в школе себя хорошо вёл, меня не дёргали, у меня было отличное настроение, которым я поделилась сегодня со 129, не знаю, людьми или там семью стами, я не знаю, сколько людей через конкретно вас прошло, но вы таким образом показываете ему, как устроена жизнь, что в ней есть смысл, потому что, опять же, вот есть вот эта история, это взрослые разговоры, иди отсюда, что ты тут уши греешь. Это очень иногда... Ну, понятно, что не всем надо с детьми, конечно же, делиться, есть, правда, взрослые разговоры, но вот такие вещи про свою работу, про свою востребованность очень важно детям показывать, они сами этого не увидят. Татьяна, как быть в ресурсе, более-менее понятно. Но есть ситуация, женщина много работает, коня, конь, изба, работа, магазин, клиенты, всё на свете, начальство. Она одна, у неё по каким-то причинам нет мужа, это очень частая история в нашей жизни. У неё есть дети, естественно. И она для них, это единственный человек, который, в принципе, свет в оконце. Да. Но на неё, из-за того, что она свет в оконце, на неё валится всё, на неё валятся эмоции, на неё валятся, если он в детском саду держался, но где ему расслабиться? Ему дома надо расслабиться. А маме как-то надо тоже в этом ресурсе постоянно пребывать, быть всепонимающей. И плюс, здесь есть такая штука, у молодых, особенно родителей, у современных. Существует страх нанести ребёнку психологическую травму по любому поводу, даже если ему сделать замечание. Я же должна быть такой всепонимающей. Но у меня иногда просто нет никаких сил говорить себе, это мама. Как здесь быть? Действительно ли можно нанести психологическую травму, просто даже сказав ему, дорогой, давай я чайку попью, а ты в своей комнате пойдёшь, появляешься. Давай я вам сейчас три, да, я поняла, сейчас три вещи скажу. Первое. Вы не волнуйтесь, ребёнку всё равно будет что отнести своему психологу, психотерапевту или психоаналитику лет через 30. Вы не волнуйтесь, что бы вы ни делали или делали, всё равно будет что-нибудь, что он там отнесёт. Это есть такой, в интернете ходит текст очень забавный, что если там вы его заставляете заниматься музыкой, он отнесёт психотерапевту, если вы его не заставляете, он скажет, мама, тебе надо было заставлять меня, я хотела быть музыкантом. То есть всегда будет что-нибудь по поводу чего можно предъявить. Так что на эту тему можно не париться. Это раз. Второе. Очень важно, тут прям три важные вещи. Второе. Очень важно, чтобы ребёнок помнил, что в иерархии он младший, а ты старший. Потому что очень часто родители ведут себя так. Ну вот если там ребёнок сейчас там вот уснёт, то мы тогда, значит, сексом займёмся. А если не уснёт, ребёнок чувствует, что у него, кажется, возложена сейчас ответственность. И он именно в этот, это всегда так, именно в этот вечер он нихрена не хочет засыпать, ведёт себя отвратительно. Просто потому, что вы его поставили ответственным за принятие решения. Ванну принять, не важно, книжку почитать, или, правда, в этот день остаться. И вот это очень важная штука на тему номер три, что есть такая, ну такая притча, я её обожаю, когда, значит, многодетная мама, там у неё шестеро детей, три кошки, две собаки, муж писатель, у которого то пишется, то не пишется. И вот это вот полный такой вот дурдом. И она ни разу ни на кого голос не повысила. Как ей удаётся это? Потому что у неё есть дома закон. Каждую среду ровно в 12 часов дня она запирается у себя в спальне и что-то делает там три часа. Никто не знает, А главное, что никто не может её вытащить. Никакие аргументы не работают. И она ровно в три выходит, всё хорошо. Вот однажды что-то там кто-то кого-то толкнул и оказалось дверь спальни не заперта и они все туда ввалились. И увидели, что мама, значит, с зелёной маской на лице лежит на кровати, смотрит на ноутбуке сериал. Тут у неё чипсы, тут у неё, значит, ещё что-то. И вещи разбросаны. Мама, ты что здесь вообще делаешь? Возмущённо сказали они. На что она сказала? Ну-ка, Ша, вышли все отсюда. Что я тут делаю? Я вам тут делаю хорошую маму. Вот что я тут делаю. Всё, вон отсюда. Это очень важный принцип, особенно для такой мамы, как вепис. Я сама такая мама. Очень важно донести это сразу правила игры, что у меня есть период моего личного времени, когда я вам делаю хорошую маму. И я это говорю себе, что я беру себе действительно там эти полчаса или час на то, чтобы сделать хорошую маму, привести себя в порядок. Может быть, принять ванну, может, послушать музыку. Может, и я обеспечиваю в этот момент, если у меня маленькие совсем дети, что кто-то с ними сидит в это время. Но я в это время не грызу себя, как я могу. Это прям вот я делаю им хорошую маму. И им я тоже это доношу, что это для вас же нужно, но это мое право на мое пространство, на мое время, на мой ресурс. Это нужно. Я на беспроводную, я сейчас уже детям проще, я на беспроводную зарядку себя поставила, поэтому они говорят, ну да, пока не зарядишься, нет, пока не заряжусь, не ждите. И это прям очень здорово работает, потому что, если ты этого не делаешь, то, конечно, тебе кажется, ну вот, они все должны это сами понимать, нет. Пока ты внутри себя это границей не подскажешь, сам себе не позволишь, не поймешь, не просто не позволишь, перестанешь чувство вины по этому поводу испытывать. А то эти мамаши, я же знаю, я говорю, сама такая, ты тут развлекаешься, а там не кормленные дети. Да и ладно. Откуда вы знаете? Я знаю, откуда у меня два сына, и примерно, сколько, 11 лет, и я их одна воспитываю. И это очень интересный момент, потому что я в какой-то момент поняла, это сейчас я даже не как психолог говорю, а сейчас тоже как мама, что да, но они сделают сами себе доширак там заварят. Какой ужас! Внутри меня есть такая мама, которая очень хорошо готовит, прям все знает, чем надо кормить мальчиков. Какой ужас, какой позор! Да, позор, да, пусть, но они, во-первых, сами себе добыли пропитание и жутко гордые этим, что они вот пельмени сварили себе, вау, сосиски на... Делегировать полномочия, чтобы самой отдохнуть. И вот это следует... Следующая история, потому что детям тоже хочется взять свою часть ответственности. Нельзя на них ее переваливать, но дать им часть ответственности можно и нужно сказать, ребят, я пошла сегодня в парикмахерскую, я вам еды не приготовила, но вот вам холодильник, вот вам интернет, где есть рецепты, или вот вам деньги в бюджет 100 рублей, там вам, не знаю, 500, еще, не знаю, какой у вас бюджет, вот придумайте себе что-нибудь. И я вас уверяю, они оказываются гораздо более творческими, чем можно себе представить. Когда мои дети, значит, из Доширака нажарили каких-то оладушков из Доширака, я даже не могла, мне в голову такое прийти не могло, они еще меня пытались этим накормить, конечно, это было сложное испытание, это тоже очень важно, заставить себя все-таки съесть то, что они приготовили, просто чтобы не, а то, как будет в стишке-пирожке, во мне уже убит любовник, сантехник, повар и поэт, кого еще убьешь, Оксана, своей критикой, кого? Да, вот здесь очень важно вовремя вспомнить, что я мама, но мне хочется, чтобы у ребенка при этом возник все-таки интерес, и он продолжал это делать, значит, ему нужно позитивное подкрепление, я не могу его критиковать за это, то есть, я могу сказать, слушай, это здорово, это очень интересно, я могу тебе еще 8 рецептов дать, он скажет, нет, не надо, мне вот мой интерес, все, не вопрос, но это не каждый день, конечно, но мы можем договориться, что, например, в субботу или там в среду есть мое время, и надо вам сказать, что у меня, например, тоже есть в семье такое время, это понедельник, потому что я обычно пятница, суббота, воскресенье прям очень интенсивно работаю с людьми, да, и понедельник я от людей отдыхаю, и дети напоминают мне это, когда я, например, там, куда ты, у тебя же понедельник, нет, 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 ты сегодня должна отдыхать, да, и они становятся теми, кто эти границы не просто уважает, а еще и охраняет. Ну, кстати, вы об этом сказали, а я бессознательно так со своим, у меня почти 5 лет ребенку, и ранние вставания, вы понимаете, и когда у тебя много-много рабочих дней без перерыва, там, 10, 12, и вдруг один выходной, и как-то я ему сказала, зайка, при том, что во мне было, как он будет один играть в комнате, вот это все, я ему говорю, зайка, я говорю, давай мама сейчас отдохнет, ты часик побудешь там, у него там мультики или игрушки, а потом я прихожу на кухню, и что я вижу, разломанный батон хлеба, вытащенный из холодильника сметана, ложка, в 4,5 года ребенок сам себя накормил, конечно, и это тоже, если говорить про современных родителей, которые боятся нанести психологическую травму, я бы сказала, что современные родители наоборот не дают детям пространства для творчества и самореализации, потому что, ну, ой, о господи, какой стричью я, хочется сейчас начать, мое время, знаете ли, вот это вот, в наше время, в наше время очень много было того, что нам приходилось делать самим, мы сами себе придумывали игры, да, мы сами создавали себе иногда игрушки из чего-то, там, я помню, как мы играли, мы лепили из пластилина, пластилиновых зверей, и у нас целые сериалы были про них, но современным детям, даже чтобы слепить из пластилина, есть прямо точные уже указания, что делать, пространства для творчества нет, и они начинают лезть на стену и думать, где бы еще самореализоваться, когда у человека стоит задача, а не инструкция, то у него включается творчество, самостоятельность, и он радуется от того, что он может в этой жизни сказать что-то свое, у нас, между прочим, на эту тему, с детьми, например, такая есть игра, которую я с удовольствием прямо очень рекомендую родителям, особенно вот таким вот мамам, когда, например, раз в неделю мы вместе все смотрели кино, но какое кино мы смотрели, по очереди у нас был график, кто выбирает кино, иногда однажды было у младшего, он такой очень был хитрый, и ему хотелось там несколько фильмов показать, и он выкупал у старшего, значит, очередь, дай я два фильма подряд, а ты тогда, и они там по-разному договорились, я никогда, когда он пытался из меня, соответственно, вовлечь в эту историю, говорю, нет, я вот хочу вам показать гостю из будущего, но мама, я говорю, нет, вот моя, да, все, не вопрос, и дальше очень важно, что какой бы фильм не был, есть вторая часть, это обсуждение этого фильма, обсуждение, что кому понравилось, какие герои, что там не понравилось, и в этом смысле, например, когда мы ходили с детьми в кино, и они очень любили всех этих трансформеров, вот это все, я каждый раз говорила, что мне, и про супергероев, вот это все, я каждый раз говорила, что мне, как маме, и как психологу, очень не нравится вот эта вся история, и они потом уже говорили, мама, ну мы пойдем на фильм, но там много того, чего ты не любишь, поэтому, наверное, мы пойдем без тебя, я говорю, вот отлично, то есть это значит, что я доношу какую-то свою систему ценностей, в последнее время, правда, нам плохо удается совместное кино смотреть, потому что, как в анекдоте получается, папа, почему у тебя все сказки начинаются по-разному, жили, были, в одном царстве, в одном государстве заканчиваются все одинаково, мне стыдно, конечно, что я уже стала просто, я так устаю, что я засыпаю просто на совместном просмотре, но, опять же, мои уже великовозрастные дети гладят меня по голове, накрывают пледиком, говорят, ну, мам, ну, а как установить вот такие доверительные отношения, ведь у многих же, опять же, модель поведения с детьми следующая, да, ты маленький, но маленький равно бесправный, ты будешь хорошим, если ты будешь молчать, потому что там, мама, папа устали, или еще что-то, давай я тебя похвалю, потому что ты молчишь, а с другой стороны, тревожная часть родителей, как же, а мне надо с ним играть, а мне надо с ним это, а я спросил, а ты какую оценку получил, я получил пятерку, ну и ладно, и хорошо, все сводит сообщение к дневнику, и к тому, что давайте тихонечко посидим, но это же тоже дисбаланс, вот как доверие установить? Мне кажется, что это две немножко разные вещи, про доверие, это вот я уже сказала, это когда я показываю часть своей жизни, и интересуюсь, задаю вопросы, но вы совершенно правы, если у взрослого на это нет сил и ресурсов вообще, то это не получится, это будет нечестно, и тогда надо прислушаться к себе и понять, хорошо, хотя бы один раз в неделю, у меня может быть родительский день, я могу выполнять функции тупо, а один раз, это прямо очень интересно, тоже, как у меня дома это было реализовано, я же такая же точно, вот как вы рассказываете, дети отбирали у меня телефон, говорят, ты сегодня работаешь мамой, и я говорю, да, я работаю мамой, это значит, что ты не отвлекаешься от нас, то есть вопрос не в количестве, а в качестве проведенного времени, и я сейчас, они уже взрослые, я вот сейчас с ними общаюсь, и говорю, вам, ну, меня хватало, они говорят, ты знаешь, да, мы тебя видели редко, ты много работала, по вечерам у меня были вечерники, я преподавала там еще что-то, и они говорили, слушай, мы тебя видели редко, но мы помним те моменты, когда мы, например, совместные поездки, куда-то мы уезжали, как мы смотрели вот эти фильмы, да, что я честно, вниманием, вниманием была с ними. У меня сын также говорит, опять же, в четыре с половиной года, тоже работы полно, все, мам, положи телефон, у меня вот тут паровоз, я сделала там из книг паровоз, давай, вот посмотри, какая пожарная машина. И это, опять же, можно прямо учить ребенка, смотри, до девяти, вот, вот часы, до девяти я с телефоном, ты строишь, в девять я выключаю телефон, отдаю его тебе, или мы его убираем в сейф, или под подушку, у меня дети под подушку отбирали, вот, мы убираем под подушку телефон, и я работаю мамой, и мы занимаемся только тобой, до десяти, в десять мы идем купаться и спать. Отлично работает, потому что родитель остается старшим, устанавливающим правила. Граница равно правила. То есть мы, и дети отлично себя чувствуют там, где четко установлены правила. И на это уже родители понимают, что здесь уже мне надо действительно переодеться. Кстати, физически можно переодеваться, очень классная идея, я так и делаю тоже, и вам рекомендую, когда ты приходишь домой, ты переодеваешься в одну одежду, с которой ты готовишь, а потом, например, для общения с детьми, у меня были всегда дурацкие майки, которые дети мне и выбирали, я давала им возможность выбирать футболки, которые им нравятся, чтобы я с ними, и в них, ну, они маленькие были, конечно, чтобы я с ними в них играла. И я себе тоже, оп, ну как, вы же приходите на работу, переодеваетесь в рабочую одежду. Ну, конечно. Это то же самое. Потому что мне не жалко. Мне вот белую рубашечку, мне было бы жалко, что они заляпают борщом, картошку жарят, дети могут меня заляпать чем-нибудь, и я буду беречь рубашку и ругаться на детей. Да. А я считаю, что гораздо важнее детей любить, поэтому бог с ней, надо выбрать такую рубашку, которой не просто мне жалко, а на здоровье. Давайте, ляпайте ее чем угодно, еще и разрисуем все вместе. Да, то есть, это означает, что я ребенка ставлю важнее, чем вещи. Это очень часто у нас тоже в нашей культуре, вот, хрустальный сервис дороже, чем ребенок. А когда им можно пользоваться-то уже? Да. Хрусталем этим уже можно? Да, уже вопрос. Это серьезно, такой философский, я бы сказала. Когда наступят те самые лучшие времена, до которых мы все это вкладываем. Так. Если я ребенку говорю, не играй тут! Ты что, не видишь, уже забьешь. Джинсы новые. Да, джинсы новые. О боже, вот на тему новых джинсов это, конечно, была картина такая. Мы как-то гуляли здесь с, не помню, со старшим, наверное, года два ему было. И мы отдыхали в доме отдыха, там такая была, ну как, набережная, не знаю, как называется, в общем, из досок сделана такая, настил такой, да, и мы вот на нем валялись пузом и веточкой, там в воде, значит, что-то мы вот делали. А гулял мальчик в белом льняном костюме с няней. Мальчику было года четыре, ему очень к нам хотелось, но няня, видимо, думала, что костюм стоит дороже, чем вообще вся ее зарплата, она его никуда не пускала, и он стоял, и реально у него слезы, прям слезы градом катились. Что не пускали? Потому что он очень хотел с нами, но мы же лежали пузом на деревянных вот этих помостах. В общем, надо быть попроще. Да, не просто попроще, а понимать, что важнее сейчас. Одежду в конце концов можно, не знаю, в секонд-хенде за сто рублей купить столько, вот сколько, на вес вообще продается. Весчизме вообще не заморачиваться. Ну, смотря чего вы хотите, может быть такая вещь вот на выход, и чтобы она была ценная, да, но когда у вас есть возможность здесь, когда выбор между тем, что ребенок тут творит, и что-то заляпает, да пусть, ну, где же бы он творил. И это вот важно, что он учится готовить, там, не просто собирать конструктор, а собирать конструктор и придумывать что-то, и вы с ним вместе это делаете. И тогда вам самим может оказаться интереснее гораздо жить. Вот эти тоже семейные ритуалы, когда читать книжку, многие говорят, почему современные дети не читают? Да потому что современные взрослые не читают. Им не читают, ни детям не читают, ни сами не читают дома. А я, например, знаю семьи, где прямо все читают, и где мама пришла и говорит, так, у меня 40 минут чтения, вы делайте, что хотите. К тому же мне тоже, не знаю, вы маленькие, еще вам нельзя еще читать. И ребенок в 4,5 года начал читать, просто не отрываясь, потому что у мамы 40 минут чтения каждый день. Понятно. Она такой вот гуманитарий, да, филолог, ей говорят. Но это опять же про ее ритуалы тоже. Да, и про ее ритуалы. Она так делает хорошую маму, да, и ребенок видит, что, наверное, в этом что-то хорошее есть в чтении, раз мама предпочитает именно это, чему угодно. И он тоже начинает читать. Почему чтение важнее, чем просмотр кино? Я думаю, что мне уже, наверное, ничего нового-то я вам не скажу, потому что в этот момент оба полушария работают. Когда кино, там уже все известно, да, эмоционально ты проживаешь. А здесь тебе приходится еще и воображение. Додумываться. Подключать, додумывать, и голос, и музыку, и все остальное. Сейчас, опять же, мифы и легенды вновь с вами развинчивания. Мифов и легенд, получается. Давайте изучаем. Как мне кажется, честно говоря, хоть я, правда, тоже тревожная мама, но не многодетная, у меня один ребенок. Но вот эта история, не надо делегировать старшим уход за младшими, потому что, значит, вы рожали себе дальше, и вы должны отвечать за последующих детей. А на старших загружать не надо. Мне кажется, честно говоря, это некая обманка, и, опять же, лишняя нагрузка, потому что люди же должны помогать друг другу, люди должны учиться, сопереживать, а это тоже идет из семьи. То есть я правильно понимаю, что старших детей нужно организовывать, чтобы они помогали по хозяйству, смотрели за младшими, или что? Есть разница все-таки в том, чтобы они помогали и смотрели за младшими на уровне того, что вот именно сопереживание, или это прям их ответственность, и они вместо няни. Есть вот, это немножко разные вещи. Когда на нем это прям как ответственность, то ему может быть немножко тяжело. Отведи на музыку немедленно. И тогда можно с ними тоже разговаривать об этом. Я, например, понимаю, тоже такой есть один из подходов, когда человек осознает свою ответственность и сразу учится, например, понимать, что это работа. И он говорит, что окей, если бы я работал няней, то няня бы за это получила бы что-то. И мы можем договариваться на тему того, что я могу платить зарплату за отведение на музыку. Могу няню попросить отвезти на музыку, заплатить ей 100 рублей. Могу тебе. Смотри, как ты сам. Это другой подход уже. На уровне помощи помощь не может быть, как сказать... Меркантильной? Нет. Обязующей? Нет, я хочу... Нет, нет, нет. Именно такое, что вот я не могу помощь, ведь это просьба, а не требование. Я могу попросить тебя, я посплю, а ты посмотри за младшим. Это просьба. А если я говорю, так, теперь отныне. Да, и во веки веков. И во веки веков. Вот это уже требование, и вот это ребенку тяжело, и он потом будет предъявлять требование к вам и говорить, вы лишили меня детства, какого фига, у меня не было свободы. И вот это вот все. Поэтому здесь, мне кажется, что в этом дело. Но если я объясняю, и если мы договариваемся внутри семьи, да, почему мы так делаем, и, например, да, я могу нанять няню, но тогда у нас не будет денег, я хочу, чтобы мы с вами там все вместе поехали в Сочи. Летом и коплю на это, например, деньги. Давайте все вместе копим. И тогда это твой вклад. И человек понимает, что да, я понял, я буду отводить на музыку, но хочу с вами на море, мне хочется очень. Хорошо, но это тоже про установку границ. Более-менее понятно. Возникает еще такой момент, что мы же хотим детям все самое лучшее. Да. Мы же прям очень много всего хотим, и жилы тянем, сами тянемся тоже. Иногда это то, что нужно нам, а не детям, к сожалению. Ну, есть такое. А с другой стороны, когда вот и работы много тоже, и, может быть, там какое-то ограничение в финансах есть, и плюс какие-то тоже неизвестность какая-то, и вот это вот все, это жвачка в голове вечная. А он говорит, мам, да я хочу, а вот этого телефон такой, а вот этого такой. Как с детьми разговаривать так, вот на такие сложные темы, чтобы и дети не чувствовали себя ущердными? Потому что, по сути, детская среда довольно, ну, жестокая, по факту. Довольно жестокая. Взрослые более-менее могут договориться, а с детьми они друг друга на слабо берут. Вот как здесь быть родителю? Ну, здесь однозначной, прям вот такой вот формулы нету. Я вам скажу тоже несколько вариантов. Вариант первый. Это следить за тем, в какой среде у вас дети. То есть, если, например, у меня зарплата вот такая, а я хочу для ребенка всего самого лучшего, и каким-то обходными путями пробиваю ему платный там садик, платную школу, где у всех вот такой доход, я автоматически его сразу ставлю в очень тяжелые условия. Мне удалось, да, но я не могу ему обеспечить того, что для тех... Норма. Норма, да. Ему придется все время в этом выживать, и мне надо его натренировать, либо, да, что он в жестких среде такой, ну и дальше пусть пробивается. Я ему показываю уровень, говорю, вот к этому надо стремиться. У меня этого нет, но ты вырастешь, и будешь меня содержать потом вот на таком уровне. Да. И это сильно зависит от ребенка. Кто-то это выдерживает, и наоборот закаляется бойцовские качества, а кто-то не выдерживает, ломается. Это первое. Не стоит, может быть. Может быть, стоит ему найти какое-то человеческое окружение, подходящее, где этого меньше. Я помню, что в свое время мы когда садик искали для детей, и я один садик, туда довольно далеко было ездить, надо было на маршрутке ездить, но там все улыбались, включая охранника. И вот эта атмосфера была удивительная, и я поняла, что я хочу, чтобы мой ребенок в такой садик ходил, а не в крутой. То же самое у меня был сын двоечник, и я его перевела из школы в другую школу, и директор, он учился в очень хорошей школе, я там работала какое-то время, и директор говорит, как ты можешь, ты переводишь ребенка из лучшей школы в районе. Из лучшего будущего. В худшую школу в районе, я сказала, да, я перевожу его в худшую школу в районе, но там все улыбаются, это то, что ему нужно, ему там рады. Он туда ходил в секцию в той школе, и там совершенно была другая атмосфера. Она, да, не даст ему супер-пупер пятерок, но она ему даст среду, в которой ему самому захочется. Это такой человек, да, вот у него, ему было важно это, а есть дети, которым важны амбиции. Очень просто, задайте ребенку вопрос, если мы говорим про школу и про такие места, задайте ему вопрос. Вот если, например, ты сдаешь какой-то тест, к примеру, ну, на знание или на английский язык или там на что угодно, и вот ровно посредине ты можешь быть лучшим из худших, а может быть худшим из лучших. Вот что ты выберешь? И это очень интересный момент, так вы много чего про своего ребенка, да и про себя тоже поймете. Потому что есть родители, которые говорят, нет, он должен быть, естественно, худшим из лучших, тогда ему будет среда, он сможет развиваться, а есть родители, которые говорят, ой, отлично, будет лучшим из худших, то значит, построить свои правила и будет отличный сочет. Не знаю, посмотрите, потому что это совершенно разные два мира будут. И третья вещь здесь такая, что можно, тогда, если вы его противо... таким образом бросаете на абразуры, противопоставляете обществу, тогда вы должны его научить и усилить, что мы в семье настолько мощные, мы настолько друг друга любим, и ты такой любимый, такой напитанный, и мы все настолько за тебя, что совершенно не важно, кем они тебя считают, важно, кем мы тебя считаем, и что у тебя есть твои собственные успехи и достижения. Да, у них есть айфоны и все остальное, зато ты чемпион по борьбе по греко-римской, или зато ты лучше всех поешь и играешь на гитаре, да, и они все со своими айфонами не могут сделать того, что ты можешь сделать на сцене. Или ты можешь приготовить ужин. Да, и ты можешь приготовить ужин, и тогда надо именно родителям быть теми самыми любящими глазами, а не критиками. Потому что очень часто родители тоже со своей стороны говорят, да мало того, что там, да и ты тоже, у тебя руки растут, понятно, откуда вообще, и все, ты ничего не умеешь, вообще ужин ты готовишь отвратительно, и вообще могла бы и получше пробежать 100 метровку. И тогда у ребенка вообще не остается никакой опоры, и ему приходится очень как-то сильно с двух сторон ужаться и становиться прям железобетонным. Он может это делать, но потом, да, потом у этого могут быть большие проблемы, например, когда он в подростковый возраст войдет и начнет всем объяснять, кто они и где их место. Но детей можно, скажем так, вот безопасность и покой, он идет у детей исключительно из того, что в безопасности и покое находятся родители, ну там мама, например, или это можно ребенка тоже фокусировать на этом? Смотрите, безопасность и покой, это опять же, во-первых, для ребенка важно, чтобы он знал, что он любимый, потому что, особенно если он, ну в принципе, довольно долго это происходит, до подросткового возраста, даже старше, когда ребенок проецирует все на себя, родители ссорятся, это из-за меня, мама ходит грустно, это я что-то плохо сделал, да, и я, например, знаю, у меня есть друг такой, который работает в детском онкоцентре, очень много детей даже просто начинают болеть, чтобы родители помирились, родители, а вот так вот, родители собираются разводиться, и ребенок понимает, что он не может этого допустить, он считает, что это из-за него, он заболевает раком, и родители очень сильно сплачиваются на тему лечения ребенка, ребенок, как хорошо, и мама, и папа, ну это психологическая такая, да, это такая психология, так я же психолог, потому что я про это и рассказываю, да, иногда ребенок начинает болеть, ну не обязательно раком, это же совсем сильная история, но такая на многих, отрезвляющая на многих родителей, да, когда ребенок начинает болеть, потому что ему кажется, что он таким образом может помочь маме и папе наладить отношения, или таким образом получить заботу, вот мама все время работает и работает, а вот если я заболею, она со мной, Вот здесь очень важно, чтобы ребенок получал работу и любовь, заботу и любовь мамы просто так, без всяких условий. И когда он получает пятерку, и когда он получает двойку. И когда он болеет, и когда он здоров. Когда у мамы с папой хорошие отношения, и когда у мамы с папой плохие. Чтобы ребенок знал, что она его любит все равно. И папа тоже. И вот тогда у него не возникает сомнений и попытки найти эту любовь и получить откуда угодно. И тогда он потом тоже более здоровые отношения в своей жизни будет строить. А с другой стороны, вторая вещь, которую можно ребенка научить, своим собственным примером. Я использую дыхательные практики. Я вот йогой занимаюсь. Давай вместе со мной. Вот мы сейчас стоим на остановке, автобус опаздывает на полчаса. Значит, можно начать дергаться. Можно играть в игру. И начинаешь играть в какую-то игру. То есть, когда родители структурируют вот это пространство, задают любые правила игры, дети с удовольствием их подхватывают. Самое ужасное, можно сказать, займись о чем-нибудь. Я тут нервничаю. Давай, ты, главное, ты меня не беси только. А он сам метаться по комнате. Я не знаю, куда деваться. Потому что ему нет инструкции. Нельзя сказать ребенку, чего не делать. Это вот примерно как собаке прийти, сказать, если у вас есть собака, вы поймете. Мы с тобой гулять не пойдем. Не гулять. Нет, гулять не пойдем. Нет. Ну-ка, не думай про то, чтобы мы шли гулять. Она просто у вас уже оближет, всю дверь обсарапает, потому что вы произнесли волшебное слово. Нельзя сказать ребенку, не шуми, не бегай. Нельзя сказать, не живи. Нельзя сказать там, не... Потому что непонятно. Дети мыслят очень непросто. Если ты не хочешь, чтобы он шумел, как-то занятый ребенок, счастливые родители называются. Да. Если ты хочешь, чтобы он не шумел, так, играем в молчанку. Мама со мной так играла. Кто домолчит до магазина, тот получает рогалик. А кто не домолчит, значит, тот лох. Или мы играем в партизан, что мы там прячем. Или мы во что-то. Во что-то мы такой играем. В Ленина охранника. Вы знаете эту игру Ленина охранника? В Ленина охранника нет. Родители обычно Ленин, а охранник... А, Мазолей, господи, нет. У меня родителей как-то нет. До такого не доходило ни разу. Но мы играли вот в молчанку, например. Или, опять же, я всегда очень любила детей подключать к тому, чтобы мне очень важно было, особенно когда я там резко после развода осталась с ними двумя, и надо было мне как-то... Ну, значит, да. То я ходила, например, с младшим на рынок покупать продукты, а он же вообще был такой очень активный человек. Очень сложно, если у меня тут сумками заняты руки, как его там улавливать? Поэтому надо было его чем-то занять, пока я выбираю... Он же не мог совершенно терпеть этого. Поэтому у нас, значит, была такая игра. Это, кстати, она спонтанно родилась, но очень важная. Мы пришли, а там ряды такие, где квашеную капусту продают... Много стоит продавцов там. То есть человек в шесть было женщин этих прекрасных. Я им всем подмигиваю сразу. Там не было особо покупателей. Говорю, у меня, говорю, для тебя, ему было лет пять, наверное. Говорю, очень важное дело. Смотри, вот здесь есть разные продавцы квашеной капусты. Тебе надо провести дегустацию, им показывают, и выбрать, значит, их там пятеро, у каждой по одному сорту. Значит, нам надо... Но важно, чтобы это был лучший. Вот ты должен прям самое вкусное выбрать и узнать, почему. Потому что я вот тебе это делегирую, это очень важное дело. Мне некогда, поэтому, пожалуйста, ты... Господи, он квашеную капусту вообще не любит. Я не собиралась. Это просто первое, просто первое, что попался. Первый прилавок был. Но... Это про важность. Это был такой ответственный процесс. Эти продавщицы с таким уважением, я им же подмигивала, с таким уважением с ним, значит, общались. И все. Я пошла там, накупила там картошки. Ну, вот все, он и выбирал. Там картошки, помидоры, все. Вот это уже с двумя сумками. Я прихожу, и он говорит, так, мы... Очень серьезно. Мы провели, значит, тут эксперименты. Вот эту капусту мы выбрали, потому что она... И дальше он мне полчаса рассказывал, что он, значит, добыл какую информацию. Мне уже... Нельзя было ни в коем случае, я сказал, заткнись. Нет. И я, конечно, у всех этих продавчиц там купила там по 300 грамм этой капусты. Так вот, что дальше был. Очень интересный эффект. А дальше все, кто к нам приходили в гости, а тогда ко мне много студентов приходило, он сразу же доставал и говорит, у нас, знаете, тут есть несколько вариантов квашеной капусты. Это очень полезно. Это была гордость неимоверная, потому что у него была своя часть работы, и он понимал, что он внес какую-то свою творческую лепту. И это, если дать... Это не очень значительная история. Ничего накосячить и испортить было нельзя. Ну, конечно. Даже не надо было включать плиту газовую, да, что опасно. А квашеная капуста... И он потом еще изобретал свои сорта. Потом у него просто было увлечение квашеной капусты примерно на год. Это было потрясающе просто. Я не ожидала такого эффекта совершенно. Он тут добавлял то масло, то перец, то еще что-то, там сахар. Но это про ответственность. Это про ответственность. Это про ответственность и про творчество. Дети очень творческие. Им хочется влиять на этот мир. И если родители их в этом поддерживают, то прекрасно. Особенно, если у них сил нет. Вот корчить из себя. Я все могу, я сейчас справлюсь. А ты сиди. А ты сиди. Это очень как раз опасная история, потому что, во-первых, я не справлюсь. Во-вторых, сидеть невозможно. Надо сказать, нельзя сказать, не ори, не бегай. Займи делом каким-то. Это может быть дело, смотри мультики. Ну, сейчас большинство родителей так и делают, что грустно для меня. Но нормально для родителей. Очень экономят энергию. А можно приготовить салат или что-нибудь еще. Ну, это про теорию малых дел. Есть такая штука. Да. То же самое мне сейчас на ум пришло. Вытащи посуду. Или помой посуду. Или вытащи из посуды мойки, если она есть. Да, вынеси мусор. Вынеси мусор. Загрузи стиральную машину. Помоги. Достань порошок. Передай мне. Я сейчас там... Кату, пожалуйста. Насыпь еды. Поменяй. Лоток. Да. Это, кстати, очень такая благородная работа. А как снизить градус переживаний, в принципе, физически? Потому что дети же очень много считывают. И вот им, правда, им не надо ничего. Мы с вами с этого начали. Детей надо обнимать. Обнимать? Да. Особенно маленьких детей. Особенно маленьких. Пока они даются. Там потом есть момент, когда они уже не даются обниматься. А хочется. А потом опять уже начинают. Когда им уже лет 17, они уже с удовольствием сами. Ну, иди сюда. У меня дети, которые под потолком ходят. Иди сюда, мое маленькое рыжее существо. Сказал. Я аж прослеживаюсь. Говорю, господи. Ну, надо же. Такой дяденько. Это очень важно обнимать детей. Почему? Потому что это физиологический механизм. Дети, опять же, они логически очень мало считывают. Но ровно вот это вот такое вот объятие, когда родители, мама или папа к себе прижимают, это прям очень точное сообщение. Нет, и в безопасности. И вот это вот на ручке сохраняется. Ну, взрослые люди хотят на ручке периодически. У ребенка это не просто он хочет. Это просто обязательная история. И вторая еще вещь такая. Это, ну, многие ведь как общаются с детьми? Там я своими делами здесь занята, и вот там с ним разговариваю. Или тут я вот борщ мешаю и спрашиваю, как у тебя дела в школе. Это тоже ребенок это воспринимает на уровне бессознательном, как то, что его игнорируют. И это очень страшно внутри. И поэтому он может вести себя плохо, чтобы привлечь внимание. Привлечь внимание, абсолютно точно. Как ребенок быстро понимает, что он любимый, что он нужный? Нужно ровно напротив него вот так встать на его уровне, чтобы вот или взять его на ручки, или сесть на корточки, прямо на уровне глаза в глаза, такого взять за плечи, сказать, я с тобой. И просто даже можно вот так молчать, играть в гляделки. Он в этот момент на уровне бессознательного, на уровне его внутренней системы, он понимает, что он в системе, что он получает достаточно внимания, что он включен. И когда ты его спрашиваешь, что было в школе, если ты спрашиваешь его только, какие были оценки, то это значит, что тебе неинтересно, что у него происходило. Попробуйте каждый день новый вопрос какой-нибудь придумывать. Например, а кто сегодня у вас в школе больше всех улыбался? Или, например, а было ли что-то смешное? Или, например, а что тебя расстроило? Или, например, а как бы ты по-другому повел себя, вот ты был недоволен чьим-то поведением, а как бы ты? Каждый день ты, когда придумываешь такой вопрос, ребенок понимает, что он тебе интересен. Ни оценки, ни функции, а он сам такой, какой есть. А о чем сейчас ты смотришь сериал твой, аниме? Хорошо, о чем? Расскажи мне. А что вы сегодня, про садик, думаю, а что вы сегодня лепили? А что вы лепили? А ступи или красный, или желтый? Да, а что тебе хотелось поиграть на прогулке? А какая тебе нравится девочка, или какой тебе нравится мальчик? А почему именно так? А вот если бы ты был, да вплоть до того, что, а вот если бы ты сейчас жил на другой планете, что бы это была за планета? Любые вопросы, именно вопросы, потому что родителям очень нравится давать ответы. Да. А ребенок воспринимает, что он нужен, тогда, когда ему задают вопрос, и он с удовольствием на эти вопросы начинает отвечать. И вот здесь очень важно родителям не вмешиваться, дать этому пространство. Вот так эта эмоциональная связь устанавливается. Это очень увлекательно, интересно, очень трогательно. Трогательно. Столько всего вообще интересного рождается. Я помню, что у меня однажды вообще ребенок там ни с того ни с сего начал рассказывать там какие-то истории про ангелов, что-то там такое. Я откуда это вообще непонятно. А это фантазия. Мы когда из сада идем, еще когда темно было зимой, луна. Он говорит, посмотри. Я говорю, ну это луна. Он говорит, нет, это сыр. Я говорю, ну какой сыр? Это же луна. Я сказал, что это сыр, а на нем вот какие-то там дырочки. Я говорю, хорошо, это будет сыр. И здесь вот если говорить, что я как психолог, да, могу порекомендовать какую историю. Метафорическое описание чего бы то ни было очень хорошо на детей работает. Вот родители, которые не просто читают детям сказки, а придумывают их. Вот он уже начал, вот это луна, да, вот это сыр, вот это сыр. Давай придумаем про этот сыр. И если ребенка что-то расстроило, например, или наоборот, он чего-то боится, можно так спросить, а чего вот эта луна боится? Ну, она там боится, что ее следят. А от чего у нее это пройдет? И тогда мы вроде бы про героев или про Мишку, там, про Плюшева сочиняем сказку. Но в этой сказке мы как бы действительно учим ребенка как-то по-другому проживать ситуации. И мы ему даем совет, но не так вот напрямую, вечно ты вот, ты не делал, да-да. Вот это все. Это никому все равно особо не помогает. Вообще не помогает. Даже тому, кто это выгорелся вроде, но потом тоже что-то чувствует, пахнет не тем чем-то. Вроде забота была, но как-то с запахом что-то другого. А в общем, про фантазии. Про фантазии, про внимание. Это прекрасные совместные сказки вот эти про то, как герои сказочно проживают все или иные ситуации. Это очень интересно. И я помню на тему вот того, что говорится там в детском саду. Однажды мы ехали с ребенком из садика с младшим. И я спрашивала, что у вас интересного сегодня было? Он говорит, ничего интересного, очень мрачный. Сегодня ничего сегодня интересного не было, у меня плохое настроение, не буду разговаривать. Ну ладно. На следующий день мы приходим в садик, а там сделаны газеты, фотографии. Вчера был день Нептуна. Я говорю, как ты говоришь, что ничего интересного? Смотри, был же день Нептуна, пираты, вот это. Он говорит, да, были пираты, они устраивали соревнования между командами. Моя команда проиграла, ничего интересного, я сказала. Вот оно что к чему было. И вот такой человек, вот он какой был, таким и остался. Если моя команда проиграла, ничего интересного, все. И это очень важно замечать тоже родителю, какой у тебя ребенок, какого типа. Потому что есть, например, такая типология, не знаю, есть у нас на это время. Ну, 30 секунд. А, 30 секунд? Да. Ну тогда, в общем, смотрите, есть человек, которому важно быть лидером, есть человек, которому важны процессы, а есть человек, которому важны отношения. Посмотрите, что из этого важнее вашему ребенку, и поддерживайте это в нем. Не пытайтесь его переделать. Это как раз про то, как снизить градусы от переживаний, если это возникает. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо. За такую интересную беседу. Еще бы говорили и говорили бы, да. А у нас под видео же, друзья, можно оставлять комментарии, можно задавать вопросы. Все это увидим. И на основании того, что вы напишите, мы придумаем, о чем нам с вами тоже побеседовать в следующем нашем эфире. Это был очередной выпуск проекта «За пределами работы» для сотрудников сети «Магнит». С нами была психолог Татьяна Мужицкая. Татьяна, спасибо. Спасибо вам. Друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok